Видеоигры в прошлом в той или иной степени коснулись практически каждого ребенка 90-х. Но если к большинству они пришли в образе игровых приставок от неунывающего серого слоненка, мне же впервые пришлось держать в руках не менее известную в прошлом продукцию уже отечественного производства – знаменитые карманные электроники. В прошлом я уже делал подробный рассказ на эту тему и рекомендую также посмотреть и его. Сегодня же хочу подробнее остановиться на одной из представителей данной линейки. Электроники EM-23 – автослалом. Данная портативка представляет собой один из самых ранних советских клонов Game & Watch, однако в отличие от многих других является не просто копией японской игры, а вполне оригинальным продуктом, созданным в СССР. Впервые автослалом мне повстречался в одном из магазинов в середине 90-х. На тот момент у меня уже был вариант «ну погоди», который к тому моменту поднадоел. Хотелось что-нибудь оригинальное. И, конечно же, первое, что я заметил – гоночный вариант. О том, что существовали гонки на некоторых игровых приставках, я знал, но мало понимал, что они из себя представляют. В моем городе не было магазинов с видеоиграми, единственное место, где можно было хоть как-то их найти, находилось на рынке, где продавцы показывали работоспособность выбранного картриджа на маленьком черном-белом телевизоре, запитанном от автомобильного аккумулятора. А вот магазины с электрониками были и сразу привлекали внимание витринами с работающими образцами. Здесь я как-то и увидел автослалом. И, конечно же, попросил батю купить. Однако, то ли я плохо просил, то ли он не понял, что я хочу, но купил совершенно другой вариант, который на сегодняшний день представляет большую ценность. Автослалом же остался стоять на витрине, привлекая внимания уже других детей. Но не так давно я все же обзавелся данной электроникой и, наконец-то, опробовал, что первое бросается в глаза – нестандартный подход к набиранию очков. В отличие от всех остальных игр, где верхняя граница составляет 999, здесь ее значение расширили. Теперь, чтобы игра считалась пройденной, набрать необходимо 2999. Связано это прежде всего с измененным геймплеем и большими скоростями игрового процесса. На лицевой панели мы видим сразу четыре кнопки управления. Нижние отвечают за передвижение болида влево и вправо, верхние – за скорость и запуск. В начале каждого заезда можно выбрать темп предстоящей гонки – от 1 до 16. Чем выше число, тем быстрее поедет машина. В случае аварии теряется один болид. Общее число болидов восстанавливается на стандартных отметках 200, 500 и 1000. И числа, где эти значения, присутствуют. В качестве препятствий на дороге выступают барьеры, которые необходимо объезжать. Хотя в некоторых версиях вместо них на дисплее изобразили другие болиды Формулы 1, что смотрится намного логичнее. А вот что смотрится менее логично – надпись «Раля» на рекламных счетах по границе трека. Каким местом ее сюда вписали – непонятно. Проще было бы просто заменить ее на название игры. Игра А и игра Б различаются между собой не сильно. Все зависит от количества линий, которые придется объезжать единомоментно. В первом варианте одна, во втором две. В остальном электроника и М23 полностью копируют своих собратьев и может работать как игрой, так и часами с будильником. Неплохой вариант для коллекционера и любителя ретро-девайсов.